Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Жилье для будущих специалистов. В Самаре строят общежития для студентов университета. Гонки по снежному бездорожью. Сотни самарцев на внедорожниках и квадроциклах испытали себя и технику на прочность. Вопрос самоопределения стоит острый для обитателей зоопарка. Чтобы найти пару крокодилов, сотрудники выясняли его пол. Самарский университет получит новое современное общежитие. Об этом стало известно на заседании Наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королева. Участники совещания приняли решение, которое повысит привлекательность и конкурентноспособность ВУЗа. Подробности в нашем следующем сюжете. Новое общежитие ВУЗа построят на пересечении улиц Гая и Врубеля. 16-этажное здание будет рассчитано на 90 квартир. Улучшены планировки для студентов и преподавателей. Строительство уже идет. На это из федерального бюджета выделили больше 300 миллионов рублей. Мы провели уже работу реконструкции трансформаторной подстанции, подвели площадки электричества, подвели тепловые сети, смонтировали, вырыли котлован. В настоящий момент ведутся работы по забивке свай, обустройству подземной части и выход на уровень первого этажа. Еще один вопрос о заключении госконтрактов на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной программы по развитию авиационной промышленности. В конце 16-го года Минпромторг России объявил конкурс на изготовление новых материалов, в котором ВУЗ намерен участвовать. Объем научно-исследовательских работ составляет почти 400 миллионов рублей. Прописаны задачи этого проекта. Они связаны по широкому спекту применения новых технологий и новых материалов в конструкции планеров, конструкции интерьера планеров, конструкции механизации крыла самолета. Ну вот, хотели бы принять участие в выполнении работ. Для нас это особенно важно, потому что, я вспомню, что объявляется в Министерство промышленности и технологии. Нам очень важно в университет уходить, завязывать контакты с Министерством промышленности и технологий. Участники Совета обсудили и итоги работы ВУЗа за 16-й год. В апреле на орбиту с космодрома Восточный вывели спутник АС-2Д, разработанный в Самарском университете. Продолжается работа с крупнейшими предприятиями региона, такими как «Прогресс», «Кузнецов» и «Металист». Кроме того, Самарский университет уверенно повышает свои позиции в мировых рейтингах ВУЗов. «Потенциал есть для того, чтобы нам с каждым годом более активно продвигаться в этих рейтингах, а это влияет и на глобальный рейтинг. Впервые мы попали в рейтинг «Таймс», который мы попали в 800 плюс ВУЗов. Нас раньше там вообще не идентифицировали. Но это не означает, что мы все сделали. Далеко не все. Мы на первой ступеньке, и продвигаться нам быстрее, чем другим ВУЗам». Губернатор одобрил отчет ВУЗа и рекомендовал активнее набирать на обучение победителей Олимпиад. Когда мы итог подвели, сколько мы по итогам Олимпиад приняли? Мы приняли 16 человек в прошлом году. А Новосибирский университет принял 84. Это победителей Олимпиад по физике, химии, математике. Видите, как они к работе эту проводят. Если мы в срочном порядке не развернемся, мы будем терять. И нам будет очень сложно конкурировать. Эта тема очень важна. Кого будем учить и кто на выходе у нас будет. Потому что это будут оцениваться рейтинги наши в программе 5-100. Также перед Самарским университетом по-прежнему стоит задача войти в топ-100 лучших ВУЗов мира. Лариса Шлафаст, Василий Калдашов, События. Заплати за себя и за того парня. С 2017 года введено еще одно упрощение. Оплачивать налоги можно не только за себя, но и за любого другого человека. Причем, если нет времени посетить налоговую инспекцию, она посетит вас. В Самаре приступили к работе мобильные налоговые офисы. В первый же день работы выездной приемной в ней побывали более ста человек. Налоговая инспекция с доставкой по месту жительства. В Самаре начала работать мобильный налоговый офис. Инициативу поддержала городская администрация. И вот по субботам с 11 до 2 три микроавтобуса с символикой Федеральной налоговой службы выходят в рейс. В эти выходные выездная налоговая приемная работала в микрорайоне Волгарь Кубишевского района Самары. Меня интересовал вопрос о получении логина и пароля в личный кабинет. Очень удобно, мои впечатления, потому что я недавно родила, и мне как бы нет возможности выезжать сейчас куда-то в налоговую службу в рабочие дни. И вот такой выезд, я живу в соседнем доме, и очень удобно. Я вышла, просто ребенка оставила в выходной у папы и быстро решила свой вопрос. Первый опыт работы мобильного офиса показал, что от посетителей нет отбоя. У многих жителей просто не хватает времени, чтобы доехать в налоговую инспекцию. А здесь можно получить ответы на все вопросы. По имущественным налогам, льготам, налоговым вычетам, подключению личного кабинета. Первыми в маршрутную карту включены самарские новостройки. Дальше проект должен охватить все районы, вплоть до самых отдаленных уголков Самарской области. В связи с тем, что у нас проводится информационная кампания по имущественным налогам, мы подготовили заявление о предоставлении льгот налогоплательщикам, если к нам обратятся по этому вопросу, значит, бланки уведомлений о выбранном объекте, льготном объекте по налогу на имущество. А также сообщение об объектах налогообложения, в том случае, если налогоплательщик не получил уведомления об исчисленном налоге. Мобильный офис должен повысить и собираемость имущественных налогов, а потому выезды будут продолжаться весь год, по два раза в месяц. А если посетителей будет много, они перейдут в еженедельный режим работы. Причем в планах выезды и на крупные предприятия по заявкам работодателей, чтобы люди могли воспользоваться услугой без отрыва от производства. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Вопрос самоопределения стоит острый для обитателей Самарского зоопарка. Там проживает самый крупный крокодил в России. В этом году рептилии исполнилось 25 лет. Самое время найти ему пару. Тут-то и выяснилось, что работники не знают, кто перед ними – самец или самка. Марина Кравцова подробнее. Спецоперация в зоопарке. Работают 8 сотрудников. Достают из вольера нильского крокодила Кузю. В арсенале специальные силки, скотч, веревки, носилки и простынь. Хищник оказывает сопротивление. В итоге зоологи все же берут верх. Сначала надо ликвидировать опасность. Перевязать пасть к крокодилу, связать лапы, потом аккуратно уложить его на носилки и примотать к ним. Все проходит безболезненно для крокодила. Его решили не усыплять. Не зная точного веса, невозможно рассчитать необходимую дозировку препаратов. Обездвиженное животное несут к промышленным весам. На табло – 131 килограмм. Рост рептилии – 3 метра 15 сантиметров. Половина – это хвост. Его длина – 157 сантиметров. Измерения проводят раз в пять лет. За это время зубастый подрос на 30 сантиметров. Значит, питание и условия хорошие. На сегодняшний момент, по социальным данным, он является крупнейшим крокодилом. Мы его кормим раз в неделю. Он получает питание мяса, курицы, мяса, говядины. Даются иногда забитые крысы и рыба. Более крупную добычу он почему-то у нас не старается не проглотить. У Кузи появился статус самого большого крокодила из всех живущих в зоопарках России. К тому же у него одного есть официальное имя. Успокаивать взволнованные животные принялись все посетители. Им предоставилась уникальная возможность погладить крокодила. Такой теплый, приятно его гладить. Ну, как казалось, многие люди думают, что вот змеи все, рептилии, они почему-то мокрые такие, скользкие, холодные. Но на самом деле нет. Доставать Кузю из комфортных апартаментов понадобилось и для того, чтобы наконец выяснить, какого же пола крокодил. Для этого требуется специальное исследование. После напряженной процедуры взвешивания Кузя расслабляется в теплом бассейне. Крокодила не только взвесили и измерили. В Казахстане открылась главная интрига, которая длилась 25 лет. Кто же на самом деле Кузя, самец или самка? Пояснять это раньше не было необходимости. А сейчас крокодил подрос и может обзавестись потомством. Итак, зоологи установили, Кузя по праву носит свое имя. Это самец. И уже в ближайшее время ему будут подыскивать спутницу. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Гонки по снежному бездорожью. В Самаре прошли спортивно-туристические соревнования «Снежный беспредел». Сотни участников на внедорожниках и квадроциклах испытывали себя и технику на прочность на военном полигоне в поселке Рощинский. Впервые в этом году там прошли забеги на собачьих упряжках. За снежным беспределом наблюдала Олеся Карецкая. Беспредел снежный и не для нежных. Больше ста внедорожников ревут, как стадо бизонов. Старт через пять минут. На машине объехать все точки и с каждой точкой сфотографироваться рукой за машиной, рукой на точку. Чем больше точек возьмем, тем больше у нас шансов на победу. Мороз не боитесь? Нет, а что его бояться? Мы тепло одеты, бегать будем быстро, так что не замерзнем. На улице минус 23, но этим людям мороз не помеха. Они уезжают в снежную степь, чтобы творить настоящий снежный беспредел и доказать всем и самим себе прежде всего, что они могут все. Снежная равнина не всем покоряется с первого раза. Машины с ревом взрываются в сугробы. У всех на устах только одно слово – беспредел. Она повисла на пузе. На днище повисла и не можем ехать. И как уже? Как? Дерганем. Будем весны ждать, пока не растает. Весны ждать не пришлось. Помогли активные зрители. На военном полигоне в поселке Рощинске больше пяти тысяч гостей и участников. Снежный беспредел клуб ЦСКА Самара устраивает вместе со второй гвардейской армией. Военные следят за безопасностью на полигоне, проводят для зрителей показательные выступления. Разрешают пострелять. Погодные условия, они только обостряют чувство здорового адреналина в молодом организме. Ну и нам как бы на будущее интересно посмотреть, молодежь-то принимает участие в соревнованиях. На другом конце полигона работает выставка современного оружия, которое можно трогать руками. И полевая кухня с традиционной гречневой кашей и согревающим сладким чаем. Рядом соревнуются любители экстрима на квадроциклах. Завершают состязания гонки на собачьих упряжках. Дружелюбные хаски с удовольствием позируют и дают себя погладить. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Морозный уикенд на свежем воздухе. В выходные в загородном парке собрались любители активного отдыха. Спортивный праздник подготовил футбольный клуб «Крылья Советов». На соревнованиях побывал Олег Зверев. Сыграть футбол с крысом-лютиком, сделать селфи с талисманом клуба «Крылья Советов», принять участие в ледовых гонках на тюбингах. Мороз и солнце собрали на спортивный праздник любители активного зимнего отдыха. Место действий – загородный парк на склоне у купеческой усадьбы. Многие пришли семьями. Мы регулярно сюда ходим. Здесь очень весело, хорошо в этом парке, особенно с детьми. Мне здесь понравилось то, что здесь было очень весело и интересно. Причем дома сидеть весь выходной за компьютером, но это, конечно, веселее на свежем воздухе. Даже заниматься вот это, на коньках, на лыжах, изучать новые спорты. Новые виды спорта. Спортивный праздник в загородном парке организовал футбольный клуб «Крылья Советов». Причем пригласили всех юных футболистов, а также их родителей. Кататься на тюбингах с горы – одно из любимых семейных развлечений зимой. Заезды проводились в трех категориях – детские, взрослые и парные. К победителям призы, а для клуба еще и вполне серьезные задачи – привлечь в ряды любителей футбола новых игроков. У нас команда находится на сборе сейчас за рубежом, в Турции. И чтобы не терять этот контакт с болельщиками, мы проводим такие вот мероприятия. Уже второй год подряд мы организовали турнир по ледовым гонкам. Мы хотим людей вытянуть на улицу, то есть от мониторов, от планшетов, подарить им немножко эмоций. В этот день в минус 25 никому не было холодно, а на время таймаута организаторы еще и приготовили горячий чай со сладостями. Олег Зверев, Григорий Пешаков, События. Далее коротко о других событиях дня. В сети появились фото жуткого железнодорожного ДТП, произошедшего под Тольятти. Снимки публикуют местные СМИ. На фотографиях видно, что поезд изуродовал элитный автомобиль Porsche Panamera GTS, пересекавший железнодорожный переезд. По данным журналистов, виновником случившегося является 51-летний водитель иномарки, который нарушил ПДД. Сообщается, что сам водитель не пострадал. Полицейские выясняют все подробности случившегося. Ликвидация повреждения теплотрассы на улице Нагорной завершена. На время ремонта для теплоснабжения 177 жилых домов и 14 социально значимых учреждений была собрана резервная схема. Авария произошла 28 января. Была повреждена теплосеть диаметром 500 мм в районе пересечения Нагорной и Воронежской. Фонд капремонта взыскал с граждан через суд 52 млн. рублей. В суд было направлено почти 11 тысяч исков. Кроме того, фонд составил в прошлом году 125 претензий подрядчикам. В основном они связаны со сроком исполнения обязательств. В этом году по краткосрочному плану представители фонда капремонта рассчитывают отремонтировать более тысячи многоквартирных домов. Планируют привести в порядок инженерные системы, крыши, заменить лифтовое оборудование. Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова Волги. По нормативам МЧС безопасным считается лед следующей толщины. Для одиночного пешехода 7 см, группы пешеходов 10 см, для гужевого транспорта 30 см, для автомобилей 40 см. Морозная погода, установившаяся в области в последние дни, сделала свое дело. Замеры, сделанные 26 января, показали, что в районе Тольятти у берега реки толщина льда полметра. Неделю назад этот показатель составлял 32 см, а в районе Жигулевска – открытая вода. Первая половина недели в Самаре и области будет весьма морозной, предупреждают областные синоптики. Дневные температуры в понедельник и вторник будут колебаться от минус 15 до минус 20 градусов. Ночами и вовсе около 30 ниже нуля. На небе при этом ясно осадков не ожидается. На несколько градусов потеплеет лишь в среду минус 13, минус 18. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. В Самаре изменится правило благоустройства. Горожане смогут высказать свои пожелания на сайте. Здесь собирают будущее. В Самаре прошел фестиваль «Робофест». Педагоги выступили на сцене. За звание лучшего учителя музыки боролись педагоги дополнительного образования. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова